Посмотрите на этот график. Этот график вызывает панику по всему миру. Почему? Потому что график, который вам показываю, это график доходности по процентным ставкам, или более точно график доходности облигаций США 30-летия. И вы можете видеть, что этот график доходности по ставкам стабильно и в последнее время более агрессивно поднимался все выше. И много людей смотрит на это, и, кстати, смотрит еще и на это, это график облигаций. Цены облигаций падали вниз. Особенно в последнее время цены облигаций, как вы видите, падали агрессивно. И как я уверен, вы знаете, цены облигаций — это просто инверсия доходности по процентным ставкам. Так почему люди паникуют? Причина вот в чем. Посмотрите-ка на это. Основная теория такова. Когда падают цены облигаций, а доходность по ставкам растет, что сейчас происходит. Итак, если мы видим падение облигаций и рост доходности по процентным ставкам, основная идея в том, что мы движемся в сторону инфляции. Так что, согласно этой теории, силы инфляции побеждают. Потому что доходность по ставкам растет, облигации падают, что означает, что инфляция становится угрозой. Все ребята в новостях, все эти экономисты паникуют. Они кричат, о, мы направляемся в сторону инфляции. Я хочу показать в этом видео, почему они, возможно, не правы. На самом деле, вполне вероятно, что мы направляемся в сторону дефляции, нежели инфляции. Давайте посмотрим сюда. Через пару моментов я вернусь на этот график и объясню вам кое-что очень важное, что я здесь вижу. На этом конкретном графике доходности по ставкам. Что-то, что СМИ игнорируют и на самом деле, возможно, не видят. Большинство людей просто говорят, доходность по ставкам растет, облигации падают, следовательно, мы направляемся в сторону инфляции. Неверно. На самом деле, корректная индикация инфляции. Это когда три вещи происходят одновременно. В первую очередь, должен быть рост доходности по ставкам. Это правда, у нас есть рост доходности по ставкам, можем поставить галочку. Также должен быть рост зарубежных валют. Это тоже можно считать правдой. Евро рост последние несколько месяцев. Также поставим галочку. Но последний пункт. Это было правдой? Цены на золото росли вместе с доходностью по ставкам? Давайте посмотрим. Ребята, вы сами увидите, что это просто неправда. Это еще не все. Великий аналитик Роберт Пректер, автор книги «Победи крах», говорит в этой книге следующее. Для дефляции необходимо предсостояние. Какое? Активный рост потребительского кредитования и одновременная переуступка долговых обязательств. Теперь давайте посмотрим на этот график. Автор этого графика Джейсон Геффит и Сентимент Трейдер. И он недавно предупредил нас, что долг сильно вырос. Он даже говорит это в своем графике «взрыв долга». Недавно в марте этого года долг, или более точно маржинальный долг, поднялся до рекордных значений. Как вы видите, он взлетел наверх. Итак, что мы узнали? Мы узнали, что исходя только из фундаментальных вещей, самая большая угроза для нас в ближайшие несколько лет — это не инфляция, а дефляция. А теперь посмотрите на вот этот график. Это для меня то, что многие экономисты и СМИ забывают и игнорируют. Это недельный график доходности по процентным ставкам. То, что я вам показывал ранее, вот этот график, это дневной график, краткосрочный дневной график за последние несколько месяцев. И очень легко обмануть себя этим графиком, потому что он показывает нам, что доходность по ставкам росла. Следовательно, мы движемся к инфляции. Но это неверно. Потому что если мы переключимся на график с большим отдалением, это недельный график. Посмотрите на это. Вы можете видеть, что доходность по процентным ставкам движется вверх последние несколько месяцев в сторону этого важного уровня сопротивления. Позвольте показать. Вы увидите, что сейчас доходность по процентным ставкам врезалась в первую очередь в зеленую линию 200-недельной скользящей средней в очень важный уровень сопротивления и также в восстановление Фибоначчи в 61,8%. Это попросту означает, я уверен, вы уже знаете, что если вы отмерите расстояние от верха 2018-го до низов 2020-го, восстановление в 61,8% поместит нас на тот уровень, где мы сейчас. Другими словами, доходность по ставкам только что врезалась в золотое сечение 61,8% и 200-недельную скользящую среднюю. Это два слоя сопротивления, в которые мы врезались. И также, если вы посмотрите на этот график, вы заметите кое-что очень интересное. Это вполне вероятно, что мы просто сформировали коррекционный паттерн А, Б, С. Это может быть волна А, волна Б и потенциальная волна С. Так что это вполне вероятно, что весь этот рост с низов 2020-го является просто коррекционной волной А, Б, С. Вот кое-что, что я хочу сказать про золото. Позвольте мне немного сжать график, чтобы мы могли написать на этом графике. Одна интересная и важная стратегия анализа, которая мне очень нравится, называется 3U. Что за 3U? Позвольте объяснить. Эта стратегия может быть очень полезной при анализе графика для поиска потенциальных бычьих точек разворота. Мест, где график может перейти от медвежьего к бычьему. Первое U — это движение цены, то есть график рынка должен быть непопулярен. Это, грубо говоря, вежливый способ сказать, что рынок должен быть ненавистным. Правда ли, что золото стали ненавидеть в последние несколько месяцев? Я бы сказал, да. Это график Джейсона Гепферда и Сентимент Трейдер. Мы видим, что сентимент поворачивается против золота в последние несколько месяцев. Мы видим, что настроение среди людей довольно негативно. Опять же, это неудивительно, учитывая то, что произошло с золотом. Огромное падение в прошлом году, примерно 18% падение с пика прошлого года, ухудшило мнение и настроение насчет золота. Итак, является ли золото непопулярным или ненавистным? Да, вы можете сказать, что это так. Теперь, что насчет второго U? Второе U — это рынок должен быть недооцененным. Итак, можно ли сказать, что золото стало недооцененным с прошлого года? Да, вы можете так сказать. Конечно же, это спорно, не все согласны, что это так. Но вы можете сказать, что сверху прошлого года золото стало относительно недооцененным. А что насчет третьего U? Третье U — вы должны видеть позитивный тренд. Я уверен, что вы знаете, что это такое. Вот вопрос. Видим ли мы позитивный тренд сейчас в цене золота? Я бы сказал нет. Я не думаю, что какой-либо аналитик сказал бы, что сейчас мы видим позитивный тренд. Для позитивного тренда должна быть последовательность более высоких верхов и низов. Сейчас просто нет последовательности более высоких верхов и низов, чтобы создать позитивный тренд на графике золота. И позвольте мне упомянуть об этом. Из-за того, что произошло с отношением между золотом и облигациями, и между золотом и доходностью по процентным ставкам, я также думаю, что важно поглядывать на то, что происходит на графике облигаций. Из-за отношения. И опять же, как я говорил ранее, на данный момент наблюдается негативный тренд по облигациям. Облигации падали очень сильно. Это негативный тренд. И на данный момент мы также не видим признаков позитивного тренда в облигациях. И я думаю, что когда мы увидим развитие позитивного тренда в облигациях, это может повлиять на цену золота в лучшую сторону. Кстати, позвольте мне упомянуть еще вот что. Некоторые из вас сейчас, возможно, думают, «Погоди, Олесю, если золото пойдет наверх, если оно достигнет дна и развернется наверх в следующие несколько недель или месяцев, скажем, золото пойдет наверх». Не значит ли это, что мы движемся к инфляции? Нет. Потому что, как вы можете помнить, в моем вчерашнем видео я показал вам, что для увеличения шанса инфляции три вещи должны происходить одновременно. Все три вещи должны происходить в одно и то же время. И я на самом деле думаю, что это не то, что произойдет. Я думаю, вероятно, может случиться, что даже если цены на золото пойдут наверх, скажем, они дойдут до дна и развернутся наверх в следующие несколько недель или месяцев. Я думаю, что даже если цены на золото, опять пойдут наверх, вопрос в том, что случится с доходностью по ставкам. Пойдет ли она тоже наверх? Продолжится ли позитивный тренд? Я думаю, что это менее вероятно. Я думаю, что гораздо более вероятно, что доходность по ставкам пойдет противоположно золоту. Противоположно и облигациям, и золоту. Например, если золото пойдет наверх, доходность по ставкам может пойти вниз. Как мы видели ранее, мы видели в прошлом, когда золото достигло верхнего предела, доходность по ставкам достигла дна, и они пошли в противоположном направлении. Вот такое вот видео от Олесио. Спасибо, Сёрфи, за перевод, вам за просмотры, лайки. Ну а золотом торговать где еще? Как не на Femex, нашей любимой бирже, вы можете торговать как криптой, так и золотыми контрактами. Gold, вот это самое настоящее XAU. И несмотря на вот такие вот свечки, когда тут оно якобы падало на 1200, но на самом деле этого не было, и ни стопы, ни ликвидации ни у кого не сработали. Ну может быть, кто-то, конечно, успел закупиться по этой цене. Но так в целом мы смотрим, да, что тренд золота восходящий, и вот волна коррекции уже подходит к завершению как минимум. Так что не финансовый совет, конечно, дисклеймер, но золотые контракты на Femex – крутая тема. А также вторая вещь, которую вы просто обязаны сделать, это вступить в нашу команду на соревновании Femex Trade Arena. Вот, осталось 10 часов буквально до начала состязания. Команда CryptoCommons, ссылка в описании. Вступаем и торгуем. Ну а у нас на сегодня все. Это был канал CryptoCommons. Вау, и прямо сейчас, когда я это записываю, я вижу, что мы пробили 15 тысяч подписчиков. Спасибо, ребята, что добавляетесь. В общем, до скорых встреч в следующих выпусках. Всем профита. Йоу. И посмотрите обязательно стрим, который был у нас с Тоном Вейсом, и еще на Мунру. Стрим с ProBlockchain был. Посмотрите его тоже. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.